Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем цикл наших видеоблогов «10 шагов к созданию сериала». И сегодня пятый шаг, пятый этап, который называется ПП, то есть подготовительный период. Подготовительный период – это очень важный и, наверное, самый скучный, самый незаметный этап процесса съемок. Получив сценарий, вся группа готовится к съемкам. Не все понимают важность этого периода, но он на самом деле один из самых важных. Длительность этого периода может быть разной и, конечно, зависит от проекта. И, в принципе, как все говорят, конечно, чем длиннее подготовительный период, чем больше времени на это уделяется, тем лучше. Но тут надо понимать одну вещь. Есть старая парадигма, которая существовала в большом кино или, можно сказать, в советском кино, когда к проекту готовились год-полтора года могли готовиться, снимали еще год, ждали осени, зимы и так далее. И все это было одним процессом. То к современному производству, конечно, таких сроков нет, особенно в производстве сериалов. Соответственно, не всегда самый длинный подготовительный период, самый эффективный. Почему? Приведу пример. Например, вот у вас есть сериал небольшой, например, 12 серий, очень популярный у нас в Казахстане стандарт. И вот, например, вы готовите с нему два месяца. Решили, что надо заранее подготовиться два месяца. Но вы понимаете, да, что каждый месяц вы платите гонорар, если не всей группе, то части группы, которая участвует в подготовительном периоде. Но на практике часто бывает так, что группа, имея два месяца на подготовку, она немножко расслабленно готовится, скажем так. И, в принципе, готовились бы вы два месяца или месяца, а результат один и тот же. В общем-то, на подготовку времени всегда не хватает, как скажем так. Всегда, почему-то, сколько бы ни было времени на подготовку, всегда перед мотором что-то нет. Всегда, грубо говоря, какой бы подготовительный период вы бы не выбрали. Но, конечно, это очень важно, чтобы он не был коротким. Ну, то есть, нужно достаточно времени на то, чтобы, например, у вас были все сценарии. Во-вторых, чтобы каждый департамент уяснил задачу и занимался подготовкой, чтобы во время съемок было меньше проблем. Подготовительный период – это период, когда вы уже с готовыми сценариями готовитесь к съемочному периоду. Только не путать с периодом, когда вы начали вообще работать над проектом. То есть, вы можете год писать сценарий, разрабатывать его, утверждать, и месяц готовиться к съемкам, например. На моей практике были разные случаи. Был случай, когда мы снимали большой медицинский процедурал, и тогда мы готовились, по-моему, 4 месяца был подготовительный период. Но мы ездили в Киев, там жили, осматривали объекты, как снимать. То есть, перенимали опыт, там, чертежи, схемы, эскизы. Все это была такая подготовительная, кропотливая работа. Но это было связано, что проект был такой большой, павильонный, вот, и очень специфический, да, это был медицинский процедурал. Вот, и еще 2 месяца мы строили декорации, обживали его всяческим медицинским оборудованием. То есть, там было целое здание, которое внутри, 2 этажа, которых мы снимали, ну, наш сериал. А бывало так, что, как бы, ну, не по своей воле, не то, что не по своей воле, но приходилось вкатываться в сериал, там, с недельной подготовкой. Ну, я вот никому не советую вообще вот так делать, потому что это такая штука, очень рискованная, и это все равно каким-то образом сказывается на качестве. Какие бы талантливые, энергичные, целеустремленные люди не были бы в группе, но все равно это будет сказываться. Подготовительный период очень важна роль исполнительного продюсера. Понятно, что все постановщики обычно они профессионалы, но реальность такова, что обычно они приходят к вам после еще какого-то проекта. Они тоже немножко устали. Если подготовительный период длинный, то, в принципе, они там пока отдыхают, там, приходят в себя. И роль исполнительного продюсера в том, чтобы поставить дедлайны, промежуточные дедлайны внутри подготовительного периода. И, конечно, за все это спрашивают, там, по кастингу, по объектам, по обживанию, там, и так далее. Здесь роль исполнительного продюсера, в принципе, как во всем процессе, там, немаловажна, скажем так. У нас была одна интересная, ну, я не могу сказать, что в чистом виде позитивная история, но у нас, мы снимали ситком, достаточно длинный, он так, мы готовились заранее. У нас был главный герой, молодой парень, 26-27 лет. Вот, и он прошел кастинг, главный герой. И так как он был из другого города, и он был дебютант, мы подумали, что, ну, что ему надо подготовиться заранее. И мы привезли его в Алмату, то есть за две недели до съемок он приехал сюда, жил здесь, учил роль, репетировал. Мы сделали себе всяческие уже пробы, костюм, грим, на локации уже его поснимали. Все, он уже в инстаграме, уже там, так сказать, везде все запостил, что он главную роль получил и так далее. Вот, но через три съемочных дня канал приехал и поменял главного героя. Сказал, он не подходит. Ну, понятное дело, что главного героя тоже канал до этого утверждал, но вот оказалось так, что не подходит. В итоге, наверное, в принципе, канал был прав. В итоге актер, который его заменил, справился с ролью хорошо, и сам сериал был рейтинговый. Но вы представляете, что испытывал этот молодой человек? Я, кстати, честно говоря, плохо себе представляю. То есть я до сих пор вспоминаю немножко, как бы, такие противоречивые чувства. Понятное дело, что мы все профессионалы, специалисты, должны к таким вещам нормально относиться. Мне много раз уже утвержденный проект потом в нем отказывали, такое тоже было. Но это просто молодой парень, это был дебют, это была большая роль, почти 30 серий в ситкоме. Был классный сценарий, классная актерская группа. И вот через три дня, в общем, его меняют. Ну, соответственно, две недели такой, скажем, подготовительного периода, когда мы целенаправленно готовили актера. Так делается, кстати, не всегда, но готовили актера к проекту, они, в общем-то, пошли на смарку. И другой актер въехал сразу в съемочный период. В этом плане подготовительный период, конечно, не удался, ну, вот именно по части главного героя. Если я в этом видео еще не убедил вас в том, что вы должны очень много внимания уделить подготовительному периоду, то я вам должен предупредить об одной вещи. Вы можете как угодно сделать в итоге. Вы можете подумать, ну, мы все на месте там сделаем, разрулим. Мы там талантливые, креативные, там очень организованные ребята. Но я вам могу сказать точно, что если вы пренебрежительно отнесетесь к подготовительному периоду, то все это вы увидите на монтаже. Потом на монтаже вы будете видеть, что не сделали то-то, но почему? Потому что подготовительный период неправильно там подготовили, что-то упустили и так далее. Это как бы ни казалось во время съемок, что все вроде предусмотрено, в монтаже вы увидите вообще все. То есть во время съемок вы видите, что что-то не готово, а в монтаже вы увидите все. И самое основное, это на монтаже вы уже жалеете о том, что уже сделать ничего нельзя. Вот, поэтому, чтобы как бы пожинать урожай осенью, нужно хорошо сажать весной, скажем так. Это был пятый шаг, подготовительный период из нашего цикла «10 шагов к созданию сериала». Надеюсь, это видео было интересным для вас. Это был видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok